Россиянам советуют не только избегать места массового скопления, но и не посещать другие страны. Ограничительные меры начали вводить еще около месяца назад. Так, с 16 марта приостановлено авиасообщение со всеми странами Евросоюза, Норвегии и Швейцарии. А с 17 марта россияне не могут посещать Иорданию. Попасть туда можно, но только на территорию столиц. Информация о запрете на въезды ряд стран ранее появилась на сайте Ростуризма. В этот список попали и Чешская республика Колумбия, Австрия, Новая Зеландия. С 13 марта аннулированы визы в Индию. Введен запрет на территорию Словацкой республики, США, Мальты. Ограничения действуют в Дании, Непале, Королевстве Шри-Ланка, Тунисе, в республике Кипр, Польше, на Филиппинах и в Омане. Рекомендуют воздержаться от поездок и в Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты и Катар. Нашим землякам, которые собираются отправиться за границу, по мере возможности мы вас просим воздержаться от данных поездок, возвесить все за и против, все свои риски. Если же я предполагаю, что по системе предварительного бронирования у многих уже запланированы были поездки на самое популярное побережье Турции, то подумайте над своей поездкой, может быть, стоит ее все-таки отложить. С крупнейшими вспышками нового вируса COVID-19 столкнулись Италия, Иран, Южная Корея. Продажу путевок в эти страны прекратили еще в феврале, а авиакомпании ограничили перелеты. В аэропортах, принимающих рейсы из этих стран, усилен санитарно-карантинный контроль. В Италии сейчас инфицировано коронавирусом свыше 50 тысяч человек. Зарегистрировано более 600 смертельных исходов. Число случаев заражения в Иране достигло 23 тысяч. Въезд гражданам исламской страны в Россию запрещен. Количество жертв составило более 1800 человек. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Общее число зараженных коронавирусом более 9 тысяч человек. Однако в этих странах до сих пор остаются российские туристы. Ростуризм рекомендует им не покидать территории гостиничных комплексов, за исключением случаев организованного трансфера до аэропорта вылета. Убедительная просьба у меня, в том числе к нашим жителям Ингушетии, которые сейчас находятся за границей. Если у вас возникли какие-либо сложности, незамедлительно обращайтесь в Генеральные консульства и посольства России за рубежом. И полную информацию о том, как скоро будут возвращены эти туристы в Россию, им будет дана на месте. Российские туристы интересуются, что делать с уже купленными путевками. Отказ от путешествия в страну, где есть угроза безопасности, подтвержденная официально, является основанием для расторжения договора с турфирмой. В таком случае, согласно закону об основах туристской деятельности, оператор должен вернуть всю уплаченную сумму. Также необходимо возместить деньги за неоказанные услуги путешественнику, который решит вернуться в Россию досрочно. Если наши граждане, в том числе жители Ингушетии, уже забронировали туры на среднесрочную или ближайшую перспективу в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, то, конечно же, они вправе обратиться к своему туроператору, который либо поменяет сроки, либо поменяет направление, либо аннулирует данный тур. И, соответственно, средства, конечно же, будут возвращены потребителю туристской услуги. К сожалению, турфирмы и туроператоры, как принимающая сторона в других городах, они не работают на данный момент. И процесс возврата денег, он, к сожалению, невозможен так быстро, как хотелось бы. Только федеральный закон о туризме не применим к авиакомпаниям. Деньги за билет стопроцентно вернут, если воздушное сообщение ограничено и рейсов нет. В противном случае все зависит от политики компании. МИД России и Роспотребнадзор настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в страны, где есть угроза безопасности. Ну а большинство жителей Ингушетии выразили готовность отменить запланированный отдых за границей на летние каникулы. Вряд ли я бы поехал. Я не советую никому никуда ехать. Я никогда не собираюсь. Да вы что, об этом разговора даже нет. Мне кажется, что это правильно, потому что таким образом распространяется вирус. И если ты поехал туда, привез с собой этот вирус, то все, получается, и твои родственники могут заболеть, и твои близкие, и друзья. Мне кажется, лучше пока посидеть дома и поберечь себя и своих близких. Люди, которые выезжают за границу, уезжают, зная, что там есть заболевание, коронавирус, это инфекция, уезжают туда и обратно приезжают сюда, в страну, в республику. Это очень экстремальные люди, очень опасные люди. Из-за коронавирусной инфекции большие убытки понесли туроператоры. Минэкономам России предложено компенсировать убытки, связанные с невозвратными тарифами по авиаперевозкам. Также они получат субсидии за расходы, связанные с вывозом туристов из стран, в которых были введены ограничения. Правительство уже объявило, что предприятия туристической отрасли и авиакомпании получат отсрочку по уплате налогов. Кроме того, туристические компании до конца года будут освобождены от уплаты взноса в резервный фонд ассоциации «Турпомощь». В России сейчас введена программа налоговых каникул. Соответственно, фирмы, индивидуальные предприниматели, турфирмы, крупные туроператоры, они могут поучаствовать в этой программе налоговых каникул, по крайней мере, до 1 мая точно. Пока ситуация с новой инфекцией остается критической по всему миру, въезд иностранным туристам запрещен на территорию Ингушетии. Однако ограничительные меры не коснулись российских туристов. Они по-прежнему могут насладиться красотой здешних мест, посетить достопримечательности республики. Диана Дударова, Майорбек Мержоев, Новости 24.